Белый цветок Дни Белой Ромаши Он берёт свою историю ещё аж в прошлом столетии То есть в 1806 году, если я не ошибаюсь, этот праздник появился в Европе День Белой Ромашки И все вырученные средства на таком празднике отправлялись больным И в то время, то есть бич того времени был туберкулёз Чахотка, да, в простонародье она называлась чахоткой Бич нашего времени рак И вот сейчас мы знаем, что очень много людей борются с онкологией И вот наш фонд занимается такой деятельностью и поддерживает эту акцию Мне хотелось туда добавить Наде сказать, что спустя столетия То есть впервые в России был проведён этот праздник нашей царской семьёй Семьёй Романовых В дальнейшем, конечно, был большой перерыв Возрождение этого праздника было в Марфо-Маринской обители в Москве В 2011 году И с тех пор этот праздник шагает по стране То есть он не локальный, он не чей-то региональный, он всероссийский Праздник благотворительности и милосердия И в каждом регионе некоммерческие организации Или те, кто является организаторами, выбирают свою тематику То есть для нас она была близкая именно онкология То есть активисты, инициативные люди, они подхватывают эту волну Это может провести этот праздник каждый В каждом регионе, в каждом У нас в Шацке проводилось Да, два года назад в Шацке был проведён праздник Посвящён был 200-летию со дня рождения Фиатфана Затворника Союзом православных женщин И в прошлом году белый цветок распустился у нас На территории Рязанского Кремля Уже в таком большом, массовом, современном формате Это было в формате праздника с различными локациями, мастер-классами И благотворительные ярмарки устраивали Благотворительный аукцион проводили Поддержало очень много людей Пришло, и это было здорово Вот это вот такое возрождение вот этой белой ромашки В формате, в современном И, ну, надеюсь, будем уже так проводить В традиции войдёт А в чём отличие и сходство того праздника Того времени, прошлых столетий Из современного формата вы опирались на какие-то исторические, может быть, сведения? Или это вот чисто современный уже возродившийся праздник? Ну, конечно, это определённая традиционность есть Спустя даже столетия Это сёстры милосердия, которые раздают белые цветы на праздники за пожертвование Собственно говоря, если у человека нет ничего отдать взамен сестре милосердия Этот цветок вручается просто как символ праздника То же самое остаётся у нас, да Это живые цветы и цветы, которые у нас изготавливают школьники То есть он такой у нас объединяющий праздник Не то, что мы там локальная организация, да, вот организаторы Мы собрались, сделали что-то, нет То есть у нас в празднике... Это замечено очень много людей, участников Это школы, которые изготавливают белые цветы своими ручками Из бумаги, из лент изготавливают, как броши, чтобы их как вот Чтобы на палочках людям раздавать То есть за основу, вот что касается традиций В традициях остался вот этот символ праздника Символ праздника – белый цветок Как тогда, столетия назад, так и сейчас И вот на празднике раздаются и белые цветы То есть искусственные и живые цветы белые Сейчас праздник становится очень масштабным Расскажите, что, собственно, прошло на площадке у Дворца молодёжи Вот раз у нас очень интересно Очень много локаций с мастер-классами было Большие столы и благотворительные ярмарки нам пожертвовали Причём в этом году нам жертвуют и изделия из муранского стекла Приносили и какие-то цветы ручной работы Ободки, веночки, то есть очень много всего Это интересно В этом году «Живая музыка на улице» От «Балалайк-62» у нас такая народная кавер-группа Народные русские песни У нас русские народные забавы, игры-городки То есть очень много, очень ёмко И занятость вот именно от мала до велика То есть и для детей, и для взрослых Там и детская анимация и всё Вот это радует, на самом деле, что занято все Это касаемо открытой площадки Ну и, естественно, на концертной сцене Рязанского дворца молодёжи Это состоялся большой концерт Я так понимаю, что и рукодельницы жертвуют вам Те поделки, которые они производят И люди, покупая, жертвуют средства Вот на помощь борьбы с онкологией У нас, да, были несколько точек сбора по городу То есть все желающие, кто хотел бы Люди в три крупных храма приносили И ещё там несколько мест Рязанский дворец молодёжи тоже приносили То есть вот все, кто хотел поучаствовать Так или иначе, у них была такая возможность Да и сейчас, в принципе, этот праздник не закончился На самом деле, да Все, кто хотят помочь Кто связан с этой тематикой Мы всегда ждём звонка в фонде Мы всегда ждём помощи То есть, пожалуйста, этот праздник живёт Уже и когда прошла организация Люди до сих пор пишут Очень много людей, откликнувшихся Которые заинтересовались этой темой И очень много, которые до сих пор хотят А что сделать, а что принести Умельцы какие-то Или показать свои мастер-классы Потихонечку обрастаем Это очень здорово, что очень много неравнодушных людей Хотелось бы поговорить как раз об отзывах Наверняка после фестиваля к вам подходят люди Говорят какие-то слова Вот что обычно вы слышите? Задумывались вообще? Рязанцы раньше о борьбе с онкологией Действительно ли помогает такой масштабный праздник Привлечь внимание к этой теме? Сейчас, наверное, к сожалению, я так скажу Что эта тема касается практически каждого Или через семью Или если не близкие родственники, то это друзья Похожие на простые Да, на самом деле То есть настолько это масштабно Люди благодарят Благодарят за праздник Благодарят за то, что мы неравнодушны И удивляются, сколько много людей собирает данный праздник Поэтому, наверное, в первую очередь Слова благодарности Бывают слова восхищения Что как здорово, как вот хорошо Что такая традиция в нашем городе возрождается Ведь подумать, насколько такие масштабные мероприятия у нас проводятся То есть это здорово Когда мы такого количества людей, горожан Объединяет одна цель И эта цель вот такая вот благодетель В форме праздника, в форме акции В форме вот этого добра белого цветка Это здорово, когда чувствуешь такой масштаб Хотелось бы поговорить о больных онкологии И, к сожалению, сейчас это слово все чаще слышится Но мало кто задумывается, что за ним на самом деле стоит Вот с какими проблемами на самом деле борются люди Которые попадают в эту беду Ну, наверное, в первую очередь Человек, когда слышит диагноз Или, да, что-то от врача То есть вот предположительно даже, что у него будет Он попадает в некий вакуум Так он не знает, куда идти Что делать, с кем поговорить Как и что То есть вот это вот Наша задача как фонда В данный момент мы выбрали для себя направление Как взрослая онкология Потому что если у ребенка есть родители То у взрослого человека Вот столкнувшись с этой проблемой Наверное, нет никого Вот, он остается один на один И большинство людей, коснувшись возраста 18 и старше Они выпадают из области помощи других благотворительных фондов Потому что преимущественно, конечно, у нас занимаются детками Вот все Поэтому для себя, как для фонда Мы выбрали направление взрослой онкологии И преимущественно, конечно, многие, которые звонят нам в фонд Обращаются за помощью, за адресной помощью Или за какой-то... В первую очередь, кажется, за психологической помощью У нас есть горячая линия Горячая линия всероссийская Горячая линия То есть ее можно найти в интернете Телефон 8800 Он абсолютно бесплатный для всех Где работают онкопсихологи Именно направление онкопсихологии такая редкая То есть, да, вот стезя врачебная, стезя Она узкая, узко специализированная Куда могут обратиться взрослые И хотя бы понять, что в первую очередь им делать Вот что в первую очередь А в дальнейшем, конечно, очень многое зависит от врачей От лечащих врачей С кем сталкивается взрослый человек Или ребенок То есть, здесь уже без разницы, как и что Очень многое зависит от докторов То есть, мы как фонд не несем Кси нагрузку лечения Да Мы больше, наверное, несем Как нагрузку сопровождения То есть, где-то Если нужна помощь финансовая Значит, мы объявляем сбор финансовый То есть, понимая, для чего он нужен Да Если помощь консультационная Тоже стараемся как-то скоординировать То есть, да Направить к какому-то врачу Вот для консультации Либо та же самая психологическая помощь Либо какие-то клиники Как-то вот координировать что-то То есть, вот стараемся Из тех возможностей, которые у нас есть На данный момент А сколько денег обычно требуется Для лечения больному Онкологическими заболеваниями Это сугубо индивидуально Это очень так Суммы назвать нельзя Эти суммы могут быть от 5000 рублей До бесконечности Курс химиотерапии Могут достигать до миллиона рублей Поэтому, да Пересадка костного мозга, например Клеток костного мозга Стоит в районе 2 миллионов рублей Это поиск донора Поэтому здесь суммы бесконечные То есть, как и что Да, эта болезнь на данный момент Сейчас достаточно дорогостоящая Дорогостоящая Ваш фонд занимается адресной помощью Вот в рамках фестиваля Какие цели вы для себя наметили? Скольким людям помочь? Может быть, какие это заболевания? Вы знаете, так как мы понимаем Что и понимали при организации Осуществление этого праздника Что адресная помощь достаточно дорогостоящая Для каких-то локальных больных Мы, наверное, взяли Заболевшую для пациентов Мы взяли структурную За основу структурную помощь И сейчас вот по итогам проведения Сейчас будет подсчет Средств, да Сколько собрали Большим оргкомитетом Включая Министерство здравоохранения Правительство нашей области Министерство образования Рязанскую епархию Нас как фонд Мы все примем общее решение На какие цели мы потратим эти деньги Но это будут два направления Это будет детская онкология Скорее всего, это какое-то оборудование Для отделения онкогенитологии Детской областной клинической больницы И для рязанского онкологического диспансера То есть взрослое и детское направление Охватываем Это будет что-то, что, наверное, улучшит Качество диагностики Может быть, проведение операций Каких-то еще манипуляций Но совместно с Министерством здравоохранения Мы этот вопрос будем так вот решать Все будет зависеть от того От подсчета, от конечного подсчета Сколько средств мы собрали Сколько удалось собрать в прошлом году Для сравнения В прошлом году более 180 тысяч 169 с хвостиком Близко Да, 169 с хвостиком Это тоже, я считаю, огромная сумма Деньги были направлены на покупку Одноразовых операционного оборудования Рязанские онкологические диспансеры И для медицинские расходники То есть такие вот Для помощи Для широкого Поэтому мы не взяли Не узкую специализацию Да, вот кому-то одному А считаем, что помогли Большому количеству людей То есть, да, вот кто там лежал Или кто наблюдался Или кто проходил лечение И так далее, и так далее Ну, поэтому за основу взяли Если, конечно, мы будем собирать Столько, сколько в Москве Марфа-Маринская обитель Потому что в прошлом году У них сборы составляли Около 3 миллионов рублей За праздник, да То есть, естественно, мы поменяем цель Возможно, это будет уже адресная помощь Но 169, то есть, вот тысячи в прошлый год Тяжело, тяжело адресную помощь Тяжело ее разделить куда-то на что-то Это за один день 170 практически За один день на период праздника За полтора, два часа За два часа в прошлом году Так как нас немножечко подвела погода В этом году с 11 до 2 тоже получается Ну, три часа Да, ну, то есть Ну, если мы в прошлом году Проводили праздник под открытым воздухом На территории Рязанского Кремля То в этом году у нас, видите, как разделили Разделили Да, мы разделили На всякий случай Поэтому, да И у нас была концертная закрытая площадка От дорожника, от ветра, от всего Да, и открытая площадка под солнышком То есть, вот все-все-все у нас Благотворительность же не заканчивается На одном дне Вот как человек может помочь Действительно проявить дальше Своё милосердие Уже в обычной жизни, скажем так До следующего праздника Ну, касаемо нашего фонда У нас есть телефон городской, да Который мы можем сообщить все реквизиты На которые можно пожертвовать, да Денежные средства Телефон фонда 52 59 69 Для удобства То есть, мы всё рассказываем Как, что, куда И на самом деле Хочется, наверное, предостеречь Многих людей, которые хотят помочь Но не знают как Жертвуйте либо деньги тем, кого вы знаете Вот знаете, да Кто-то обратился конкретно за помощью Помогите ему Либо благотворительные фонды Почему я говорю благотворительные фонды? Потому что нас, как организацию Контролирует очень много органов Да, это Министерство юстиции Это налоговая служба То есть, мы отчитываемся за каждый рубль Который поступил на расчётный счёт И за каждый рубль, который мы потратили Вот, поэтому фонды Есть определённая этика у благотворительных фондов Не стоят волонтёры В благотворительных фондах В торговых центрах Да, да, это обязательно Они не просят денег В коробочках У нас есть, к сожалению, сейчас в Рязани Так называемые там волонтёры Они стоят, просят на лечение какого-то ребёнка Ни один фонд Есть определённый этикет У благотворительных фондов Не пускает Если это не рамки какой-то акции Да, вот как вот белый цветок у нас, например Да, сёстры милосердия За пожертвования они раздают Не стоят волонтёры И не просят денег Поэтому Огромная просьба Если вы хотите помочь Позвоните в благотворительные фонды Которые вы хотите помочь И спросите, как это можно сделать Спасибо большое, что пришли в нашу студию Было очень интересно с вами пообщаться А нашим зрителям я напомню Что в гостях у нас были сотрудники благотворительного фонда Я остаюсь До скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин